Приветствую вас и, условно, отвечая на ваш вопрос, можно сказать так. Значит, вы чересчур большое значение придаете своей девочке. Чересчур много значения вы ей придаете, вкладываете. Слишком большое значение она имеет для вас. То, что вы не можете без нее жить, то, что вы не можете без нее, как вы говорите, это явный признак зависимости. Зависимость это всегда потребности, то есть вы с помощью девушки удовлетворяете некие свои потребности, осознавая или неосознавая это. А, значит, сам факт зависимости произошел у вас, потому что изначально у вас имелась некоторая такая, знаете, пустота в душе, ну как это можно сказать, жидейских. Но вообще у вас не столько именно пустота в душе, сколько вот некая такая невозможность самостоятельно реализовать свои добренности и некие конфликты, неудовлетворенности и, соответственно, желание получить ее, эту самую удовлетворенность, ну через вот как раз через этого человека, через девочку. И нужно понимать, что вот вы, когда вы говорите, что вы ее достали, это говорит о том, что вы постоянно вмешиваетесь, постоянно нарушаете ее личные границы, вы постоянно нарушаете ее зону комфорта и, соответственно, из-за этого у вас и возникают трудности и проблемы. Значит, как выйти из ситуации? Из ситуации вам можно выйти следующим образом. Это, по сути дела, стать независимым от нее. То есть не складывать в нее такого огромного количества, такого огромного количества значений, как это вы делаете сейчас. И тогда, если вы не будете этого делать, у вас сразу появится пространство для того, чтобы выйти из этой ситуации. Вы просто будете меньше от нее зависимым. Иными словами, нужно определить значения для вас, для вашей девушки, потребности, которые вы пытаетесь удовлетворить с ее помощью. И, собственно, отстановку задач по удовлетворению этих потребностей самостоятельно. Вот то, что вам нужно делать. То, что от вас требуется, чтобы выйти из этой ситуации. Другое дело, что готовы ли вы работать с этим, готовы ли вы становиться более независимым от девочки, готовы ли вы как-то работать над своей самостоятельностью. Это уже вопрос другой. Просто, понимаете, когда вы через сумму знаете человека, или разворяетесь в нем, или пытаетесь подавить, из этого ничего хорошего не получается, и, по сути дела, форисовывается только лишь отношение несвободное, от которых, конечно же, хочется избавиться, что девочка собственно и делает. Избавляясь вот этого. И, по сути, это дело, это нормально совершенно. Это естественно. Человек избавляет от того, что ему не нравится, что кажется опасным и так далее. И то, что вам нужно сделать, это больше думать о девочке, лучше думать о себе, стараться именно ее сделать счастливой, и вместо того, чтобы ее доставать, делать какие-то вещи, как раз таки, для нее. Именно для нее. Вот это вот ключевое, ключевое значение. Для девушки стараться, для девушки. Делать какие-то вещи. Вот. На этом, в принципе, думаю, можно закончить. Ваш вопрос достаточно короткий, а проблема, которую вы понимаете, довольно сложная, и она решается не в формате ответа на вопрос, а в формате индивидуальных консультаций, индивидуальной работы. Так что, если у вас появится желание работать над собой, то вы можете выбрать эксперта, любого на нашем ресурсе, и начать с ним менять себя и свою жизнь. И может быть тогда, когда вы будете работать над собой, вы придете к такому неочеренному выводу для себя, что девушка, может быть, вам и не нужна, чтобы это считаем. Вот. Ну, а это показывает только время. На этом все. Надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Если у вас остались вопросы, можете написать мне их в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!